В эфире главные новости Благовещенска. О событиях, которые произошли в столице Преамурия, расскажу я, Кристина Добровольская. Здравствуйте. Сотрудники ГСТК не избавляют обороты уборки последствий рекордных снегопадов. Силами 10 человек и 11 спецмашин очистили тротуары в микрорайоне и центре города, избавили от снежного наката и наледи железнодорожную Зейскую, Горького, Богдана Хмельницкого. Часть улиц посыпали противогололедным материалом. Другие темы обсудим после анонса. Гудбай, Китай! Жители областного центра, которые не смогли выехать из Поднебесной за ледоходой торосов на Амуре, вернули домой уникальным рейсом. Поведение воина. Выпускник Двоку, несмотря на ранения, заставил противника завалить важную операцию. Помогли мужество и грамотное командование. Конвейер помощи. В Благовещенске открылось место, где горожане с помощью хобби могут принести пользу защитникам на фронте. Спасибо, что мы в России! Полторы сотни жителей страны вернулись из Китая по международному мосту Амур. Прибегнуть к экстренной мере пришлось из-за сложной обстановки, которая сложилась на пунктах пропуска Благовещенск и Хэйхэ. Как организовали процедуру, подробно рассказали в региональном метрации. Туристы же поделились эмоциями. Все подробности в сюжете Кристины Сельцовой. Одним Благовещенцам гидрологическая обстановка на Амуре открыла сезон зимней рыбалки, другим нарушила планы, наставила в другой стране. Это туристы, которые выхали в Хэйхэ, не смогли вовремя вернуться домой. На пограничной реке образовались массивные торосы. Преодолеть их могут не все суда на воздушной подушке, да и увезти на пумах одновременно большое число людей нельзя. Их вместимость до 20 человек. Экстренно решать ситуацию пришлось ведомствам двух стран – России и Китая, чтобы перевезти людей по международному автомобильному мосту. Власти проработали схему движения пассажирских автобусов через автомобильный мост в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур. Паспортный контроль осуществляли в автомобильном пункте пропуска Каникурган. Такая же схема действовала и в обратном направлении. Процесс организации данных перевозок занял определенное количество времени. Шли согласования между компетентными ведомствами двух государств, поскольку пункт пропуска у нас работает в части грузовой составляющей. При этом, несмотря ни на что, этот вопрос был решен, организован. С раннего утра мы начали вывозить людей из двух городов пограничных. Так в субботу в Благовещенский с Хэйхэ вернулись 152 российских пассажиров. КНР перевезли 346 китайцев. Всего задействовали 9 автобусов. Я счастлива и рада, что для нас организовали такой выезд, потому что на самом деле это неимоверный стресс. Не только для людей, но вообще для всего. Очень было страшно. Было через несколько дней стояние на таможне. Просто чувство безнадежности какой-то. Но все-таки нас услышали. И в душе, конечно, огромная благодарность для тех, кто организовал наш выезд. И на самом деле это такое яркое запоминающееся событие в жизни. Ребята сегодня кричали все «Ура!» в автобусе. Все были счастливые, махали таможня. «Good bye, Китай!» Махали китайскому флагу «Пока-пока!» Хотели побыстрее добраться до русского. С облегчением вздохнули, конечно же. Очень радовались. Очень радовались. Все, дорогу шутили, веселились, пели какие-то песенки. Было весело нам. Было нам весело добираться. И впервые прокатились мы по автомобильному мосту. Очень понравилось, что провожал нас мэр Хай-Хэ. Он такой оказался парень с юмором. Сказал, сейчас приедете домой, обязательно выпейте шампанского. Амурчанам, которые планируют поездки в Поднебесную, напоминают, вывоз людей по международному мосту был экстренным. Сейчас по пограничной реке продолжают курсировать пумы. Гидрологическая обстановка остается сложной, поэтому визит в Китай лучше отложить. Кристина Слепцова, Максим Яценко. Программа «Город». Влаговещенские полицейские покрывали организаторов подпольного казино. Накануне в городском суде борцов с коррупцией осудили за взятки и грабеж. В 2021 году начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Шаренко решил подработать на стороне. Схема проста. Он со своим замом и двумя подчиненными регулярно наведывается с проверками к организаторам запрещенных азартных игр, угрожая изъять оборудование и завести уголовное дело. Чтобы сохранить бизнес, владельцам игорных заведений приходилось расплачиваться с шантажистами. Таким образом, Шаренко получил взятку 300 тысяч рублей. И его подчиненный дважды требовал финансовую поддержку от другого благовещенца. Кроме того, команда бравых полицейских дважды во время проведения проверок попросту грабили игорные заведения. Преступную схему раскрыли сотрудники ОФСБ России по Амурской области. Суд признал всех фигурантов дела виновными. В итоге, главный организатор приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Ему 5 лет запрещено занимать должности на госслужбе. Его зам Бабичук проведет в колонии общего режима 6,5 лет с выплатой штрафа в 1,5 миллиона рублей. Оба лишены званий в полиции. Наказание остальным двоим фигурантам за злоупотребление и грабеж составило 3 года принудительных работ с удержанием 15% от заработка. Продолжил командовать подразделением даже после ранения и успешно сдержал натиск врага. Выпускника 2 у старшего лейтенанта Золто Арсланова и бойцов роты, который он руководит, представили к госнаградам за героизм в зоне проведения специальной военной операции. О подвиге Рокоссовца и его боевых товарищей рассказали в Министерстве обороны страны. В плену оказались 11 военнослужащих ВСУ. Большинство боевиков морской пехоты уничтожены при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Грамотно руководил ротой российской группировки войск выпускник ДВОКУ, старший лейтенант Золто Арсланов. Получив ранения, офицер продолжил командовать подразделением. Мы знали, что он знает видеть поле боя, знает, как, что делать, рассчитывает что-то наперед. Все знания спокойно поняли задачу, слушали его приказы и, соответственно, получили победу. По словам Золто Арсланова, противник, осознав, что операция провалилась, пытался уничтожить собственную группу, открыв минометный обстрел. Однако подразделение выпускника ДВОКУ задачи выполнило. Есть у нас ребята разные. Ну, по позыву это батя, француз, тигренок, соответственно, Шер, Панура. Все люди, военнослужащие по контракту, подпишавшие контракт в этом году. Но они подготовлены, проходили неоднократно сборы, обучение и ведут себя как настоящие воины для уничтожения противника. Ну, вот здесь непосредственно мы занимались физической подготовкой, готовились к зачетам, ну и в свободное время просто совершенствовали свои физические навыки. ДВОКУ Золто Арсланов окончил в 2018 году. В училище выпускником гордятся. Его однокурсник Анатолий Грань помнит, как вместе они завоевывали спортивные награды и даже место курсанта Арсланова в казарме. Я помню, его еще молодым курсантом в 2013 году считал набор батальона. Как раз было наводнение в Амурской области и на перекрестке улиц Зайской набережной. Группа молодых ребят достаточно уверенно, слаженно, организованно выполняла объем работ по заграждению от водной стихии. И в этой группе как раз был Золотой Арсланов. Понравилось то, что ребенок такой был ценноустремленный. Он искал новые подходы для выполнения постальных задач. И, насколько я знаю, перед ним и его подразделением стояла очень важная задача, с которой он, как командир, блестяще справился. За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны страны, командир подразделения и военнослужащие роты, представленные государственным наградом. Кристина Слепцова, программа «Город». Вдохновлять таких героев на подвиги – негласная задача волонтеров Общественного центра поддержки и добровольчества «Фабрика для своих». Место объединило неравнодушных горожан, готовых безвозмездно дарить защитникам Отечества, участникам спецоперации, тепло и заботу через созданные своими руками полезные на передовой вещи. Параллельно в сообществе занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Проснулся папа, и Аленку так крепко обнял, не вдохнуть. И взгляд отводит он в сторонку, и шепчет ей «Параллель в путь». Не отпускал бы дочку на дву, не подходил бы до двери. В командировку едет папа, а вот куда – не говорит. Слова, которые трогают до глубины души взрослых, для этих детей тоже не пустой звук, отзываются в судьбе. Папы девочек – защитники Отечества, офицеры и добровольцы, участники СВО. Кроме стихов, в поддержку всех, кто находится на передовой, школьницы и их одноклассники написали весточки солдатам, где рассказали им о своих эмоциях. Печаль, наверное, то, что у меня папа тоже поедет туда. Он посчитал это нужным поехать туда. Он там нужен, поэтому мы будем за ним очень сильно скучать. В письме солдатам я писала о любви к родине, о любви к тем мужчинам, которые воюют на СВО. И то, что они нужны нашему народу, то, что они нам очень дороги. Когда я читала стихотворение, я понимала то, что мой папа военный, и он может в любой момент там понадобиться. Строки, которые выбрали младшеклассницы пятой школы вместе с классным руководителем, не случайны. Стихотворение «Аленка» написано дальневосточником, участником спецоперации Борисом Поляковым, который, побывав на передовой, описал происходящее в поэтическом сборнике «Дневник мобилизованного». Об этом рассказала его знакомая и по совместительству мама его собслуживца Нина Драницына. У меня сын находится в СВО. Второй год. И они вместе защищали и защищают родину. Но Борис Борисович уже мобилизован по возрасту. Мы с ним созваниваемся. И вот недавно, буквально неделю назад, он мне пишет. Нина Васильевна, здравствуйте. Вот еду в автобусе. Думаю, никогда уже не буду писать про это. Но оно само как-то на меня пришло. Женщина заверила юных патриотов. Слова поддержки очень ценны для защитников Отечества. Другое важное направление помощи общественного центра – фабрика для своих в руках заядлых мастериц. Серебряные волонтеры нашли в этом клубе, где каждый может безвозмездно перенаправить хобби в благое дело. Не только отдушину, но и цель – обвязать каждого бойца. Сейчас придут маскировочные сети и надшлемники. Вчера вечером ушли, в 8 часов вечера мы ушли отсюда. Нам женщина показала, это знакомые Нины Васильевны. Ну, а сегодня утром я прихожу, господи, думаю, приду заранее, потому что я уже забыла, наверное, за ночь. Ничего вспомнила, да. Пока все участники центра поддержки – новички. Но их рвению можно позавидовать. Поставили перед собой большие планы – научиться мастерить коврики-пятиточечники, тактические носилки и другое обмундирование, которые способны создать своими руками. Люди у нас удивительные. Каждая дама, которая сюда перешагивает этот порог, это искрящиеся глаза, это необыкновенно большое сердце, это душевные отношения, это открытое абсолютно общение. Они приходят с улыбкой, они приходят с поддержкой друг друга. Они, не важно, сколько они здесь время проводят, они берут работу домой, они привлекают своих родственников, поэтому у нас, если здесь нас физически не так много сегодня присутствует, но сообщество у нас очень большое. При этом другим новичкам здесь только рады. Важны каждые свободные руки. Присоединиться к неравнодушным благовещенцам можно, позвонив по номеру на экране. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Космос есть только у нас. На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошел день, посвященный Амурской области. Презентацию региона провел губернатор Василий Орлов. Он рассказал об основных направлениях развития Амурской области. Четыре традиционных – логистика, развитие БАМа-Транссиба, сельское хозяйство, энергетика и добыча полезных ископаемых. И три новых – туризм, газохимический комплекс и космос. В Амурской области эти перемены выглядят особенно ярко. И я уверен, что после знакомства, после этой презентации, после того, как у вас будет возможность посетить наш павильон, который здесь расположен, я уверен, что вы захотите приехать к нам в регион. Мы будем очень рады и все вам покажем в деталях. Уверен, что вам все это понравится. Еще одной фишкой дня Амурской области на выставке стало рождение новой семьи. Сотрудники космодрома «Восточный» Алена Кузьмина и Александр Андрейченко сыграли самую необычную свадьбу в стране. Торжество прошло в павильоне «Роскосмос» на ВДНХ. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, сегодня, 10 ноября 2023 года, в городе Москве ваш брат зарегистрирован. Объявляю вас законными мужем и женой. Новобрачных поздравил российский космонавт Сергей Корсаков, генеральный директор ценки космодрома России Николай Нистичук и губернатор Амурской области Василий Орлов. Два золота и две бронзы привезли благовещенцы со всероссийских соревнований по бильярду. Они прошли в Хабаровске среди спортсменов от 8 до 19 лет. Всего турнир собрал 42 участника из пяти регионов страны. Желаем нашим землякам новых побед, а вам хорошего настроения. Всего вам доброго. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин